Сначала призывной кампании 90 воскресенских молодых людей уже пополнили ряды российской армии. Призвано почти 130 человек с резервом, хотя наряд 115. Несмотря на это, все еще остается проблема с уклонистами. Эта проблема не только нашего военкомата, а по всей стране. Многие призывники очень недобросовестно относятся к законам, к конституции. Убывая на другое место учебы или жительства, не сообщают в определенные сроки. Не в тот военкомат, который прибылен по территории, где жить, или не сообщают нам, что они убыли. Поэтому основная часть призывников разыскивается, которые просто не выполняют свои обязанности по постановке на учет. Таких у нас количество 80 человек. Как правило, что потом с ребятами, если разыскали? Если разыскали или сам пришел, потому что сейчас без воинского учетного документа, или военного билета, или удостоверения призывника, невозможно устроиться на престижную, нормально оплачиваемую работу. Невозможно продолжить обучение без удостоверения призывника. То есть в любом случае они приходят или на работу устраиваются, нам сообщают военкоматы о том, что такой-то, такой-то устраивается на работу. На него приходит документ, где мы должны дать подтверждение, что он стоит у нас на учете, имеет воинский документ. Если документа нет, организация не имеет права призывника брать без воинского учетного документа. Но много у нас, ну немного, скажу, три организации, которые взяли на работу без учетного документа, на них уже готовится административное дело. Если гражданин устраивается на работу, у него должен военный билет. Если призывник, у него должно быть удостоверение призывника с отметкой, что у него действующая срочка. В случае, если он подлежит призыву, организация не имеет права брать на работу. Поэтому таким образом, многих мы разыскиваем, нам присылают документы. На сегодняшний день за этот призыв уже с начала года 72 человека разыскано. Осталось не разыскано 180. Есть и другая сторона медали – те, кто выбирают контрактную службу. Сейчас можно не идти на срочную службу, а сразу подписать двухлетний контракт. В нашем районе уже таких – 10 человек. Желающие есть, тем более воинские части, которые расположены недалеко от Воскресенской, которые нам с удовольствием возьмут призывников с специальным образованием или с высшим. Есть части, находятся и в Москве, и под Москвой. То есть здесь уже человек идет, осознанно знает, что он попадет недалеко служить соответствующими социальными гарантиями и все, что положено военнослужащему по контракту. Это и зарплата, и проживание, и все остальное. Как вы думаете, это основная мотивация ребят заключать контракт на два года? Многие просто из тех, кто закончил учебу под каком-то профилю, техникум или высшее образование, просто получили его, но никогда не мечтали этой работы. Поэтому у них есть высшее образование и есть. Ну и хорошо. Не нашел где-то работу по этому образованию, он пошел по контракту. Тем более, есть хорошие рекламы, есть люди, которые служат по контракту, им рассказывают, что самое преимущество – это стабильность в зарплате, в соц. обеспечении. И через пять лет после службы он может брать в ипотеку жилье. Соответственно, кроме этого и предоставляется там служебное жилье. По словам военного комиссара, чаще всего молодые люди попадают в сухопутные войска. А как же быть, если есть мечта служить, например, в ВДВ? Основная часть ребят, все ходят в воздушно-десантные войска, морскую пехоту. Ну, скажу, каждым годом ужесточается набор. Если там в прошлом году еще было 15 человек на одно место, сейчас уже около 25 человек на одно место. Потому что основная часть, что ВДВ, что морской пехот, они переходят только на контрактную службу. Соответственно, каждый призыв уменьшается набор призывников в эти элитные подразделения. И, соответственно, в этот призыв желающих было около 20 человек. Я скажу, человека 2 или 3 всего попало. Даже случаи были, когда человек проходил и обучение, и в патриархическом клубе, в клубе ВДВ. Но где-то с детства нашлось какое-то маленькое посещение врача. Там смотрят представители части, нашли, что он посещал кого-то врача, который уже для ВДВ негодно. И все, нет, это не пойдет. Поэтому жесткий отбор, очень жесткий. Поэтому не всегда желание призывника, оно соответствует. Но в случае, если мы видим телоэкспортивное телосложение, хорошо занимается спортом, высокие моральные, этические качества, прошел профессионально-психологический отбор, то мы можем отправить из войска специального назначения, в разведку, в войска, там, где очень нужны навыки, артиллерия, допустим, в ракетные войска стратегического назначения. Я как говорил, что первое место у нас занимают сухопутные войска, но второе место у нас занимает национальная гвардия. Многое идет национальная гвардия. Это и дислокации Москвы, и Московской области, есть и дислокация Северный Кавказ. Отправляют же служить срочников в основном на территории Западного военного округа. То есть попасть можно как в Петербург, так и на Черноморское побережье. Около 10% распределяется по Московской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok